Это мое подкрепление. Я смотрю, твое подкрепление неплохо, это подкрепилось. Ну что такое, ты же говорила, я не толстый. Ты не толстый, ты не толстый, братан, все нормально. Алексей Алексеев из команды сборной двух городов предприниматель. В жизни строгий и серьезный. Этот образ он перенес на сцену, с виду и не сказать, что это его дебютное выступление. Я индивидуальный предприниматель, и для меня очень важно общение с людьми, коммуникабельность. Я думаю, что КВН поможет мне улучшить эти навыки. А вот Валерий Султанов работает в кадетской школе-интернате имени Геннадия Трошева. Говорит, военное дело требует полной самоотдачи. А юмор помогает участнику команды «Январь» из Чернышевского на время расслабиться. Все равно в настоящее время очень много работы, очень много направлений. А вот Евгению Совалову КВН помог найти свою вторую половину. Прямо во время одного из выступлений Женя встал на колено и на глазах всего зрительного зала сделал предложение любимой. КВН нас объединяет. Любимая, можно тебя, пожалуйста, на сцену? КВН нас объединяет, и я надеюсь, что он объединит нас на всю жизнь. Любимая моя Наташенька. Ты выйдешь за меня? Ну и по нашей КВНовской традиции. Наталья тоже играет в КВН, поэтому завоевывать сердце пришлось шутками. Я пошутил пару раз, но она моя стала. Потом в Зеленский переехал сюда, и я теперь живу здесь. На этот раз в жюри были гости из Москвы. Например, актер, продюсер фильмов «Майор и елки» Алексей Алексеев. Он отметил актерская игра участников на уровне. И предположил, может, для кого-то из них это станет толчком в профессиональной карьере артиста. Здесь у меня было несколько открытий личных, в плане, я наблюдал за несколькими людьми, и считаю, что здесь есть прям таланты большие. Все самые интересные моменты прошедшей игры сможете увидеть и вы. Покажем ее на нашем телеканале 8 декабря 18.45 по местному времени. Анна Брянская, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».